Новости на Абаза ТВ. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Коротко о главном. Наши стоят за Донецк. Добровольцы из Абхазии помогли отбить атаку украинских силовиков под Марьинкой. В республике появится Конституционный суд. За него проголосовали депутаты Народного собрания. Чтобы все они жили в счастье. Как в Абхазии отметили Международный день защиты детей. На юго-востоке Украины вновь звучат залпы. Ситуация в зоне вооруженного конфликта остается напряженной. Воистолкновения продолжаются на всех направлениях. Луганском, Артемовском, Донецком и Мариупольском. В ночь на 1 июня в Донецкой Народной Республике под населенным пунктом Марьинка велся серьезный четырехчасовой бой. На ротацию в Марьинку заехал хорошо экипированный батальон «Киев-1», в распоряжении которого современные беспилотники, помогающие точно работать артиллерийским расчетом. Западные рубежи Донецка обороняют сейчас бойцы интербригады «Пятнашко» под командованием «Ахравицба», известного под позывным «Абхаз». Они воюют с ВСУ и украинскими территориальными батальонами. Атаку силовиков, в том числе и благодаря абхазским добровольцам, удалось отбить. Как сообщает из Донецка наш коллега Семен Пегов, предоставивший нам эти эксклюзивные кадры, противник использовал против «Пятнашки», пулеметы, гранатометы, АГС, минометы и, возможно, САУ «Гвоздики». Сегодня ночью привезли по тревоге, подняли нас, приехали ночью поддержку дать нашим братьям «Пятнашки», которые находятся здесь. Минометы мы стреляли, РПГ. Нормально они тоже пустили, но мы тоже отбой не дали, даже им дали чуть-чуть, чтобы им было страшно, и их успокоили сразу. Около 10 человек абхазов, которые сегодня в нашем. И с нами находятся русские, которые приехали. Новые типы орудия были применены, и, скорее всего, там что-то вроде или наемников, или, ну, уже, наверное, скорее всего, не совсем украинцы с ними воюют. Ну, сократили дистанцию до 100-150 метров из 400, но я, насколько я понял, при таком, ну, быстрый такой поезд создался, он был периодичный, но такой, с разных калибров разом давали, и они были отъяснены сейчас. Если сегодня они те же орудия будут применять, у нас есть чем им ответить, и, я думаю, мы им конкретно зададим. Два месяца уже я здесь. Расскажи, а там, на родине, ты в свое время поучаствовал в Абхазо-Грузинской войне? И в 102-м, да. Да? А в каком подразделении воевал, если не секрет? В каких операциях участвовал? В Абхазии. Да, да, да. Я в Вешерах был с первого дня, в этого, в Янора Ашуба. Абхазу позвонил, говорит, едь сюда, я приехал сюда, вот с поддым увиделся. Просто с Грузинами легче было как-то. Их можно было различать, а здесь все русские, их не различить, вон, что-то облилось. Что те, что эти, их, я не знаю. У нас война другая была, а здесь вообще другая. В Абхазии учрежден Конституционный суд. За него проголосовали депутаты Народного собрания. Всего же в повестке парламентского заседания было 42 вопроса, касающихся реформирования судебной системы республики. Народные избранники также одобрили изменения в закон о пенсионном обеспечении инвалидов в Отечественной войне народа Абхазии и их семей, ввели особый правовой режим на территории природно-заповедного фонда, подкорректировали закон о доступе к информации. Репортаж Иланы Казанба. Наделавший немало шума и вызвавший жаркие дискуссии закон о доступе к информации, сегодня был принят депутатами сначала во втором чтении, а затем и в третьем окончательном. Напомню, представители СМИ республики не раз обращались к парламентариям с просьбой уделить большее внимание проблеме несвоевременного оповещения журналистов о событиях и отказа от комментариев. Закон, принятый в 2008 году о праве на доступ к информации, вызывал определенные нарекания, потому что, честно говоря, он на практике не особо работал, что называется. По закону о пенсионном обеспечении инвалидов семей погибших и семей умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, на каждого ребенка-инвалида приходилось открывать пенсионное дело. По мнению депутата Леонида Чамагуа, подобная мера обрекает на излишнюю беготню. Чтобы избежать дополнительной бумажной суеты, мы просто в пенсионные дела инвалидов войны собираемся вкладывать свидетельства о рождении детей. Это касается доплаты на каждого ребенка инвалиду Отечественной войны народа Абхазии. Данный законопроект был принят в первом, затем и во втором окончательном чтении. Спикер Валерий Бганба внес на рассмотрение парламентария в проект закона, предусматривающий запрет на строительство всех видов новых объектов и реконструкцию действующих на территории природно-заповедного фонда. Специального закона, который ограничил бы, регулировал бы эту сферу, нет. Есть закон об охране окружающей среды, есть семейный кодекс, где говорится в общем, что на трех процентах режим работы должен быть другим. Но, к сожалению, нигде не говорится, что можно именно там делать и в каком режиме можно там производить работы. В общем и целом, проект был встречен одобрительно. Однако депутат Ахра Бжания высказал мнение, что ему непонятна позиция коллег. Так, на прошлых заседаниях Бжания предлагал аналогичный проект запретить строительство и реконструкцию на объектах историко-культурного наследия. Однако тогда проект поддержан не был. На мой взгляд, у нас не должно быть баня стандарта. Если мы беремся вот этим инструментарием, в частности, в виде постановления охранять нашу экологическую природную среду, что, безусловно, является нашим наследием, то мне кажется, что с таким же успехом и на тех же правовых основаниях мы должны охранять нашу культурную среду. Депутаты ссылались на то, что по охране объектов историко-культурного наследия закон есть и принимать к нему поправки излишне. Но, по словам Ахра Бжания, существующий закон имеет огромные пробелы, которыми часто пользуются недобросовестные застройщики. Если бы у нас были бы идеальные законы, мы вообще их не исправляли, не вносили поправок и так далее. В области охраны столь культурного наследия существует огромный обрежь. В итоге законопроект, предложенный спикером, был единогласно принят депутатами во втором окончательном чтении. После чего парламентарии перешли к обсуждению вопросов основной повестки дня. Главным пунктом докладчик депутат Валерия Горба обозначил утверждение в республике Конституционного суда. Это неотъемлемый атрибут современного демократического правового государства, который обеспечивает Конституционную стабильность, без отсутствия которого невозможно обеспечить Конституционную стабильность верховенства Конституции и, соответственно, конечно же, законности вообще в общем и в целом по государству. Согласно закону, первый состав Конституционного суда должен быть утвержден совместно президентом и парламентом в течение одного года. Вступить в силу закон должен будет 1 января 2016 года. Судьи Конституционного суда будут избираться сроком на 15 лет без права переизбрания. Судьи арбитражного суда сроком на 10 лет. Установление новых сроков, которые превышают полномочия и президента, и парламента, даст, конечно, больше оснований для независимости судей, от влияния исполненной законодательной ветви власти, да и, в принципе, для всей стабильности судебной системы. В залах судебных заседаний будет установлено аудио и видео наблюдения, что также обеспечит более прозрачный ход процессов. Председатель Верховного суда Роман Мужба выразил солидарность с большинством предложенных изменений, несмотря на наличие неких опасений. Мы опасались того, что если мы поспешно примем все эти законодательные акты, не приведет ли нашу судебную систему в какой-то правовой хаос. Действительно, такие опасения некоторые и на сегодняшний день сохраняются, но не ввязавшись, как говорится, в бой, трудно оценить силы и средства, и противника, и стратегию введения и тактики в бой. По мнению Романа Мужба, все принятые поправки направлены на улучшение судебной системы, защиту прав человека-гражданина. Закончив с этой темой, Мужба оповестил депутатов о своей отставке. В качестве председателя Верховного суда я сегодня у вас присутствую на заседании сессии парламента в последний раз. Да, что у меня срок, конституционный срок полномочий истек, я принял для себя решение на самом деле. И болячки военного периода, и морально-психологическая ситуация, в общем, побудили меня принять решение, и я ухожу в отставку. За вклад в развитие законодательства и работу над его реформированием парламентарии приняли решение наградить Романа Мужба парламентской грамотой. Илана Казамба, Раму Камки, Абаза ТВ. В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник для подрастающего поколения, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом, чтобы привлечь внимание общества к проблемам детей с особыми потребностями, утром в Сухуми на площадке реабилитационного центра состоялась акция «Вместе в радостное детство», включающая в себя концерт, выступления клоунов. Для тех, кто еще не знал о существовании этого детского центра, состоялось знакомство с ним. Чуть больше месяца прошло с момента открытия Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в Сухуми. Но уже с первых дней под его крышей собралось больше 500 детей с различными диагнозами. Для них и их родителей открытие такого центра – событие долгожданное, дающее надежды, если не на полное излечение, то существенно облегчающее течение заболеваний. Проблем много. Здесь дети не только с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вы сегодня сами увидите нарушения речевого развития, умственного развития. Детей много с синдромом Дауна. Планов очень много на самом деле. Мы хотим охватить, насколько возможно, большое количество детей именно по Абхазии, чтобы наши родители не выезжали за пределы республики просто провести курс массажа и лечебной физкультуры. Если мы говорим, те дети, которые ходили в ассоциацию родителей, вот когда я работала там, у нас было в прошлом году 520 детей, именно вот через мои руки прошли. Здесь, я думаю, что количество возрастет. Ну и каждодневный прием мы рассчитываем на 45-50 детей. В Международный день защиты детей во дворе реабилитационного центра собрались десятки детишек с родителями. Бесчисленное количество воздушных шаров и различные подарки ждали каждого. По замыслу организаторов, центр должен объединить всех – и здоровых, и ребят с ограниченными возможностями. Нам очень хотелось бы в этот день пригласить сюда именно таких детей с ограниченными возможностями, чтобы они здесь, на этой детской площадке реабилитационного центра, порадовались вместе с остальными здоровыми детьми. Это очень важно. И чтобы они знали, что эта площадка для них, и этот центр открыт для них. Рука об руку с Минздравом Республики во всем, что касается защиты детей, уже много лет стоит Детский фонд ООН. И сегодня ЮНИСЕФ – один из организаторов праздничного мероприятия, знающий проблемы детей с ограниченными возможностями, что называется, изнутри. Наши инициативы на сегодняшний день в Абхазии касаются не только вопросов здравоохранения. Мы хотим также работать в направлении образования, в направлении защиты прав ребенка. И надеемся, что у нас эти направления будут развиты с абхазскими коллегами, и что мы найдем общее взаимопонимание. Мобильный оператор Амобайл в этот праздничный день помогает провести в Абхазии сразу несколько мероприятий, посвященных детям. Детство, говорят сотрудники компании, должно быть счастливым у всех. Детство – это самая счастливая пора и самое счастливое время. Время, которое остается в памяти, как самое светлое и теплое. Очень хочется, чтобы сегодняшнее мероприятие доставило этим ребятишкам какое-то позитивное настроение. Мы всегда рады поддерживать все инициативы, которые связаны с детьми. Среди организаторов мероприятия и фонд содействия развитию абхазской столицы – Ахуа, представители которого постарались, чтобы никто в ходе праздника не остался без подарка, создавало праздничное настроение и сама детвора, активно танцующая и поющая. Между тем, главным подарком и мечтой для всех ребят с ограниченными возможностями является здоровье, немалый шанс на восстановление которого и дает реабилитационный центр. Главное в нашем случае, чтобы мы были здоровы, а остальное уже будет. В Международный день защиты детей во всех городах Абхазии прошли красочные акции. Не остался в стороне и сравнительно отдаленный Ткварчал, где компания «Аквафон» организовала настоящий праздник. На импровизированной сцене выступали известные абхазские певцы, аниматоры веселили детей в разных конкурсах, разыгрывались призы. Все это происходило под звучание веселой музыки. О потенциале города говорит то, что здесь живет много детей. У пострадавшего во время войны Ткварчала есть будущее, так как в День защиты детей город заполнился сотнями ребятишек. Все они пришли в парк, чтобы весело провести время и пошалить шумной компанией сверстников. Но местные дети не ожидали, что к ним приедут столько веселых гостей. Дети смогли посоревноваться в конкурсе рисунков, а самые талантливые и усердные получили в качестве приза любимое лакомство с сюрпризом. А кто-то решил принять участие в более серьезном соревновании. Ребята танцевали, сидя на стульях. Самые артистичные получили призы от компании «Аквафон». Пришли на праздник все, начиная с самых маленьких. Они с радостной улыбкой наблюдали за происходящим весельем с рук своих родителей, которые, в свою очередь, не могли удержаться от того, чтобы не начать пританцовывать под веселую музыку. Работала здесь и волшебная мастерская художника, по мановению руки которого обычные мальчишки и девчонки превращались в сказочных фей, принцесс, бабочек и супергероев. А каково было удивление детей, когда они заметили огромных людей в Черкесках, непринужденно расхаживающих среди толпы. К великанам сразу же выстроилась длинная очередь. Каждый малыш хотел, чтобы силачи подняли его вверх, а взрослые только и успевали щелкать кнопкой фотоаппарата. Даже подростки, мечтающие выглядеть взрослыми, сегодня, казалось, забыли о своей важности и с удовольствием радовались последним мгновением детства. Вообще, если честно, я не ожидала такого праздника. У них все так организовано, так красиво. Самый лучший праздник, наверное, это 1 июня. Мне игры понравились, учения. У нас каждый год проводится такое. Только у нас аниматоры не приезжали, ну, наши там были. А сейчас аниматоры приехали, сейчас интереснее было. Родители также остались в восторге, ведь улыбки их детей – это главная составляющая счастья взрослых. Сегодняшний праздник все отлично. Дети радуются, родители. Очень празднично, красиво. Спасибо, кто организовал. Компания «Аквафон», которая устроила такой незабываемый сюрприз маленьким кварчалцам, считает, что в этот день должны быть счастливы все дети, независимо от того, живут ли они в столице или нет. Раньше мы проводили это в городе Сухом, но со временем мы осознали, что отдаленные города, Новый Афон, Творчала, Чимчира – эти дети еще больше нуждаются в нашем внимании, поэтому теперь мы эти праздники проводим, вот в этом году проводим в Творчале. И вот вы можете сами это видеть, какая радость, сколько счастья на лизах этих детей, они радуются, и мы вместе с ними. 1 июня 2015 года навсегда останется в памяти этих еще маленьких жителей Творчала, как один из множества светлых дней, которые им еще суждено пережить. Амелия Сатурян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Госкомитет по молодежной политике проводит набор в летний молодежно-образовательный лагерь, который пройдет с 22 по 26 июня на Ауатхаре. Участие в нем могут принять молодые люди от 17 до 25 лет. В программе лагеря различные семинары, тренинги на выявление лидерских качеств, игры на командообразование, творческие вечера, походы, экскурсии и другие развлечения. Записаться можно по телефону 226 47 23. Бармышский вундеркинд. Так теперь называют младшую дочь Анзора Айба. Совсем недавно родные узнали о том, что их шестилетняя Иланда прекрасно говорит на бытовом итальянском языке. Удивлению не было предела, ведь девочка не посещает детский сад, не ходит на подготовительные занятия. По ее словам, она выучила язык благодаря итальянскому телеканалу, который постоянно смотрела. А на днях девочка смогла пообщаться по скайпу с итальянцами. Техническую поддержку в этом, как и в телемосте, с российским телеканалом Life News оказала компания Аквафон. Для того, чтобы познакомиться с удивительным феноменом, в село Бармыш отправилась и наша коллега Илана Казанба. У Анзура Айба четверо детей. Эта большая и дружная семья живет обычным деревенским укладом. Дети помогают родителям по хозяйству, иногда смотрят телевизор. В последнее время младшая дочь Иланда увлеклась итальянским телеканалом, что сильно удивляло ее отца. Нет, папа говорит, добавь звук, я уменьшаю, она добавь, говорит, мне не слышно. Ты все равно не понимаешь, зачем, говорю, звук, без звука можно смотреть, говорю. Нет, я понимаю, говорит, а мне не верится. Я уменьшаю, когда я выхожу, она добавляет и слушает. 23 мая в семье были гости. Проходя мимо праздничного стола, Иланда напевала итальянскую песню. Это заметила кузина ребенка Алина Айба. Она начала с Иландой диалог на итальянском, в результате которого стало ясно. Ребенок неплохо понимает итальянский, при этом отвечает почти безошибочно. Вау, говорит Анзуар, ты слышишь, двоя дочка на итальянском поет. Я испугался даже, когда она крикнула. Как по-итальянски поет, говорю, вот так, говорит, слушай сюда. И она по-испански вопросы задает, она по-итальянски отвечает. Они, видимо, схожи, я не знаю. И мы все со стола встали и их слушаем. Двоюродная сестра Айланды, переводчик с испанского, в ее резерве есть и неплохой итальянский. Однако Айланду она все же решила проверить. Естественно, меня это очень сильно удивило, откуда ребенок знает. Я засняла на видео, показала в Сухуми носителям языка. Они очень сильно удивились, сказали, что это редкость. При отсутствии педагога, при отсутствии каких-либо обучающих программ, даже телевизионных, выучить язык. Но в итоге, как и сегодня у нее была встреча личная с двумя носителями языка, и они очень были удивлены, они сказали, что это феноменально. Сама Айланда еще не до конца понимает, что она своего рода феномен. Камера настеснялась, однако пару уроков нам все же дала. После опубликования информации о девочке феномене из Бармаша, многие СМИ заинтересовались Эландой. Она уже давала интервью информагентствам, у нее даже был телемост с российским телеканалом. Здесь у себя дома Эландия гораздо спокойнее. Она быстро преодолела комплекс перед камерой и исполнила нам ту самую песню из итальянского сериала. Эландия не только сама учит итальянский язык, она с радостью делится знаниями со своими сестрами. Надо сказать, весьма успешно. Старшая Алена уже спокойно считает до десяти, а в будущем, признается, возможно продолжит обучение. А ты еще будешь учиться чему-нибудь у нее? Ну, если она научит, то да. Но я вообще хочу, мне этот язык понравился, может в дальнейшем буду. Эландия любит рассказывать о своей жизни, помогает маме по хозяйству, даже готовить умеет. Могу вот так чистить дом, могу слабо приготовить здесь капуста. Пока свою жизнь с итальянским языком девочка связывать не планирует. Говорит, что отдает предпочтение медицине. Пашка, можно не девочка? Ты когда вырастешь, ты кем еще раз скажи мне хочешь стать? Врачом. Врачом. Лечить людей можно даже делать. Ну, научусь от врача, а потом буду. Девочка признается, что пока выучила не все итальянские слова. Однако, беседовавшись с ней с заместителем иностранных дел Кантане, уровнем знаний был приятно удивлен, отметив, что проблемы возникли лишь при переходе диалога на более сложный грамматический уровень. Мы не знаем, свяжет ли девочка свою жизнь и деятельность с уникальным феноменом. Пока она просто стеснительна и на испанском благодарит за то, что смотрим на нее. Иван Казамбар, Раму Канки, Абаза ТВ. Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале Средневековья. Международная научная конференция открылась в Сухуми. Ее участники собрались в Абхазском государственном музее, где на протяжении трех дней будут звучать доклады с отражением археологических данных. Предшествовала же конференция и церемония возложения цветов в могиле видного ученого Юрия Воронова. Ученые, археологи и историки из России, Франции, Германии, Венгрии и Польши приехали коллегам из Абхазии, чтобы поделиться опытом в социальной проблематике. Такую возможность участникам конференции предоставили Абхазский институт гуманитарных исследований и Институт археологии Российской академии наук. По словам инициатора конференции, ведущего научного сотрудника Института археологии РАН Анны Мастыковой, география участников столь обширна не случайно. Ее организаторы поставили цель – понять, есть ли параллели в социальной стратификации Кавказа в конце античности и начале Средневековья с другими странами. На наш взгляд, это очень важная тема, поскольку исследования занимаются, но специальных конференций по такой тематике еще не проводилось. С поздравительной речью от лица президента Абхазии Рауля Хаджимба на открытии конференции выступил советник президента по вопросам культуры Владимир Зантария. Перед тем, как отправиться сюда на конференцию, я встречался с Раулем Джунгачем Хаджимба. Он также просил от всей души поздравить вас с началом работы этой замечательной конференции. На наших глазах буквально за последние годы складывается замечательная традиция. Традиция такого благотворного взаимодействия между очень крупными научными центрами Москвы, Санкт-Петербурга, нашим главным абхазоведческим центром. В первый день конференции свои доклады представили абхазские ученые и археологи. Спектр затронутых ими тем был разнообразен. Рассказали об эволюции социальных отношений населения Абхазии в античную эпоху, о монетах, найденных в анакопийской крепости, а также о социальном составе ранней христианской общины в Абхазии. Историк Олег Пгажба посвятил свой доклад «Социально-экономические характеристики кузнечного ремесла в Абхазии во II-XVII веках». По его словам, на основе этой характеристики он попытался показать структуру древнеабхазского общества. Для меня это кажется интересным, что мы в этот период времени прошли от родового строя на высшей стадии его военной демократии, прямо минуя рабовладельский уклад, прямо перешли к раннему феодализму. Венцом этого раннего феодализма было первое независимое в Западном Закавказье Абхазское царство. Несмотря на то, что мы миновали этот уклад рабовладельский, тем не менее наша железообработка и также железная металлургия стояла на самом высоком уровне, на котором стояли до нашей эры Кельпи, а вот в это время римляне и его провинции. У нас мы могли делать все, что в древнем риме. О монетах, найденных при реставрации главной башни Накопийской крепости в 2008 году, рассказал директор новоафонского историко-культурного заповедника Алхас Аргун. По его словам, при работах была найдена разновременная керамика, а также 13 монет, 10 из которых были медными и 3 серебряными. Как отметил докладчик, есть вероятность, что данные монеты чеканились на территории Абхазского царства в крупных политических центрах страны. Мы прекрасно понимаем, что государство без своей монетарной системы не может существовать, и поиск монет собственного чекана было бы очень большой и ценной находкой. Вот первый шаг. Второй шаг, что мы прекрасно понимаем, что в раннее средневековье и в более поздние времена немногие государства чеканили собственную монету, пользовались наиболее удобными и популярными монетными системами, которые доминировали. Почему? Потому что торгово-экономические отношения были очень обширными. Большинство монет и типов определены, изучены, они изданы каталогией. И большая находка для археолога – найти хотя бы одну монету, и она на многие вопросы может ответить. Программа трехдневной конференции весьма насыщена. Но один день гости республики посвятят экскурсии, посетив самые красивые и интересные уголки Абхазии. Анастасия Никонова, Сосрогу Агухава, Абазатова. Натуральное вино, изготовленное из сырья, выращенного в Абхазии, появилось на прилавках магазинов. Пицунские виноградники, заложенные еще в 2008 году, начали давать урожай. Под маркой «Шато Абхаз» общество с ограниченной ответственностью напитки Абхазии выпустили первую партию вина четырех видов и презентовали их в Гагре. На торжественном мероприятии побывали и наши корреспонденты. Репортаж Марианны Котовой. Мы не экономим на качестве, мы его продаем, говорят сотрудники компании напитки Абхазии. Но сначала презентуют, как, например, новую марку вина «Шато Абхаз». Это четыре вида красного и белого вина, объединенных одним брендом. Так продукция «Шато Абхаз» выглядит на прилавке, так в бокале, а на вкус... На вкус тоже весьма неплохо. Его главная особенность – компоненты исключительно абхазского происхождения. Семь лет назад компания напитки Абхазии заложила виноградники в Пицунде, в уникальном по климатическим параметрам месте. После первого урожая стало понятно – вино получится отменного качества. Теплое море, горы защищают от холодных ветров, плюс близость реки Бзыб, от которой летом в сильную жиру идет, прохлада, появляется роса. Все условия для создания, уникальные условия для выращивания винограда и создания вин, которые отличаются по вкусовым и аргументическим свойствам, он уникальный в своем роде. Гостям презентации рассказали об этих особенностях и показали, как выглядел виноград, вино из которого они пришли попробовать. А также научили правильно дегустировать и пить этот древний напиток. Берем тремя пальцами тонкую ножку бокала, ну и как мы с вами договаривались, да, смотрим на цвет, поим вино и пробуем. Презентовали вино от «Шато Абхаз» его создатели в первую очередь своим постоянным клиентам, которые торгуют продукцией компании «Напитки Абхазии» уже давно. Дело в том, что производитель давно славится и внутри страны, и за ее пределами. Наша компания очень большая, она объединяет в себя почти шесть заводов. То есть мы производим шампанское, ну уже знаменитый бренд, это «Абхазское шампанское». Также мы производим пиво «Асер», лимонады «Алаку», мы производим воду «Рица» и «Ольгинка». Сотрудники компании «Напитки Абхазии» надеются, что их клиенты выберут продукцию «Шато Абхаз». А клиенты, в свою очередь, верят, что качество новых вин не уступит товару, которым они торгуют давно. Мы продаем его, и это прекрасное вино вообще. Люди, которые покупают, один раз пробуют, они возвращаются, если один раз купили одну бутылку, возвращаются, уже упаковками покупают. Реализаторы довольны не только продуктом, но и менеджментом. Современная форма сотрудничества между производителем и продавцом существенно облегчила работу по продвижению товара. Было время, колясками таскали эти бутылки с Псова. Мы колясками таскали эту шампанскую, вот эту лимонад, все что угодно. Но благодаря его мы сидим на месте, зарабатываем и работаем. Вина от «Шато Абхаз» уже появились на прилавках магазинов. И привлекают они не только ярким дизайном, но и ценой. Что важно и для местных ценителей вина, и для туристов, которые познают колорит страны, в том числе и с помощью национальных винодельческих традиций. Марьяна Котова, Сосриква Гуха, Абаза ТВ. О достижениях наших спортсменов на международной арене. 15 медалей абхазские каратисты привезли из Стамбула, где проходил чемпионат мира по карате ДО по версии AGA. Участие в нем принимали 19 стран Европы, Азии и Африки. Сборная команда Абхазии в составе Риэла Чежия, Джустана Тарчору, Инала Хаджимба и Аляса Кварчия заняла второе место, уступив лишь спортсменам из Японии со счетом 1-2. Золотые медали в личном зачете завоевали Ахра Абухба, президент Федерации каратэ до Абхазии, Исима Харазия. Серебро у Саслана Бегбава, Артина Оторба, Инала Хаджимба, бронза у Симы Харазия, Даура Тарба, Николь Агума и Александра Маман Тавришвили. В завершении выпуска о погоде. По данным синоптиков, во вторник в столице Абхазии переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 27, ночью 18 градусов. На этом у меня все. Напоминаю, с новостями вы также можете ознакомиться на нашем сайте в интернете, его адреса база.тв. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!